С футболом по жизни я лично и я уверен, что многие работники Белтелекома в повседневной своей жизни являются болельщиками и сами занимаются футболом. А уже в контексте нашего сотрудничества оно сложилось таким образом, в первую очередь, после появления канала «Ясное ТВ». Проанализировав тот контент, который мы транслировали, мы почувствовали необходимость спортивной составляющей. Подтверждаю, что мы не ошиблись, фиксируем рост смотрибельности. И когда появился проект «Ясное футболе», она также привлекла внимание болельщиков. И в целом вот эти добрые партнерские взаимоотношения позволили улучшить качество трансляции программ. А с другой стороны, мы целенаправленно улучшаем инфраструктуру стадионов, чтобы болельщики себя чувствовали комфортно. И в части обеспечения интернетом, и в части наличия Wi-Fi доступа, и в части видеонаблюдения. Да, я думаю, и другие приложения мы будем реализовывать. Мы планируем предварительно 150 игр высшей лиги, 30 трансляций первой лиги, ну и проект «Ясное футболе» планируется 33 передачи. Белтелеком мы работаем два года только, до этого работали с другими компаниями. Вижу потенциал, возможности Белтелеком очень высокие. И они предлагают нам то, что еще улучшить. Поэтому мы с ними заключили вот такой договор и подписали торжественно сегодня. Плюс они показали в прошлом году 144 матча высшей лиги, 26 первой. И мы их просили, они будут думать, чтобы количество матчей первой лиги увеличить. Спасибо. Спасибо.